Ожской командой Достук Манас Ниязов открыл счет 1-0. Во втором тайме был счет... Сравняли команда в НТМАК Таласы. В третьем заключительном раунде Нурджан Мелисбекулу закинул тушку. Счет стал 1-2 и этот счет продолжался до конца. Таким образом, Таласская команда сумела победить. Итак, на ваших гранах НТМАК в традиционной своей синей форме, Достук в традиционной красной форме. Отметим, что наравне с игрой Кокбуру в традиционных конно-спортивных играх в этом году также проводились состязания по Салбурун национальной охоте и по другим национальным видам спорта кыргызским. Это Эрениши и другие виды спорта, по которым также были определены победители именно 9 мая. Отметим, что эта финальная встреча проводилась именно 9 мая, в день победы. Таким образом, вот так в какой-то определенный момент шел к Тайгазану игрок Таласского НТМАКа. И вот так Тушу он опускает и начинается вновь борьба. Тот побежал заменяться. И отметим, что, конечно же, лидером команды Достук из Дожской области является Манас Ниязов. Это целая династия джигитов, которые выступают давным-давно. И вот так сейчас была заброшена Тушка в Тайгазан Таласской команды. Но нечистым оказался этот бросок. И борьба продолжена возле Тайгазана Таласской команды. Как я уже отмечал, у Ошской команды Достук держится такая стойкая обида на своих соперников. Спортивная обида, потому что последние четыре встречи, как я уже говорил, завершились в пользу Таласской команды. И особенно захватывающим получилась последняя их встреча в рамках финала Норос-2018. И, как я уже говорил, счет завершился с минимальным перевесом в пользу Таласской команды 2-1. Таласчане победили. И не обошлась эта встреча без скандалов. Бегалиев, бывший главный тренер сборной Кыргызстана по григорибской борьбе. Канбек Бегалиев, серебряный призер Пекинской Олимпиады, высказал кое-какие слова, вы об этом знаете. И это породило такую реакцию общественности. Ну, наконец-то вот этот бросок получился у команды на Достук. И счет становится 0-1. Вот так 1-0. И вы слышите за кадром такая бурная реакция на этот счет 0-1. Очень много болельщиков пришли посмотреть на этот турнир. Но вы знаете, в последние годы все-таки этот вид спорта очень сильно развивается. Отметим, что в этом году Государственным агентством физкультуры и спорта на проведение этого турнира была выделена следующая сумма. Общий призовой фонд составил 1.200.000 сомов. Из них около 800 миллионов были выделены на высшую лигу и первую лигу. Все-таки Федерация Кукбару и комитет этого турнира в этот раз наконец-то приняли решение поделить команды по уровню. Ибо, вы знаете, Федерация Кукбара имела не очень хороший опыт, печальный опыт проведения состязания между всеми командами. И тогда мы увидели такие чудовищные счета, как 15-0 и так далее. Когда очень сильные профессиональные команды, наподобие Достука и Индемака, просто разрывали своих соперников. В этом году оргкомитетам было принято решение о том, что команды будут поделены на две лиги, на две зоны, высшая и первая лига. И также в этот день, 9 мая, в день Великой Победы, состоялся финальный турнир и в первой лиге. Команда Сару Зен в итоге стала победителем турнира по Кукбару среди команд первой лиги и финальной игре. Здесь же, на Ипподроме, в Челпонате, Сару Зенцы встречались с командой Толкун. В итоге Сару Зен одержал весьма уверенную победу. Счет был 7-2 и так Сару Зен забрал себе золото первой лиги. Ну и здесь сейчас мы видим такую спортивную хитрость. Начинают игру, если можно так выразиться, от своих ворот. Команда Доступ, Манас Незов идет вперед и таким образом, так сказать, выманил на свою половину пуля соперника и идут в стремительную атаку. И вот такой вот бросок, счет становится 0-2. Вот так Манас Незов оправляет дубль на 15-й минуте. Первый тайм, счет становится 0-2. Пока Ашани уверенно... Пока еще не одерживают победу, но уверенно лидируют в этой игре. Итак, тушка козла брошена. Так как тушка оказалась за пределами круга, идет полноценная борьба. Вы знаете, каждый вброс тушки начинается в специальном круге. Итак, сейчас Толосичане атакуют. Нет, этот бросок защитен не будет. Тушка козла вылетела из тайкозана. И, конечно, после чистого броска тушка козла должна остаться в тайкозане. И только тогда этот бросок может быть защитен. Пока счет по-прежнему 0-2 в пользу команды Достук. Ей пока ничего не угрожает. Комфортное преимущество в 2 очка. И теперь уже команде Энтемак надо действовать. Итак, возвращаясь к теме первой лиги. И Сарвизон в итоге в финале убедительно выиграл соперника в лице Толкуна. И завоевал 200 тысяч сомов. Такой призовой фонд был выделен для первой лиги. Второе место Толкун забирает себе 100 тысяч сомов. Третье место 50 тысяч сомов. И с четвертого по шестое места оргкомитет выделил по 25 тысяч сомов каждой из трех команд. Также были выделены специальные деньги. Для различных номинаций лучший игрок первой лиги получил 10 тысяч сомов. Также лучшая лошадь первой лиги также получила 10 тысяч сомов. Вы знаете, это огромный труд воспитать подобных скакунов, которые могут биться. Итак, бросок сейчас будет засчитан. И, по-моему, это был Манас Ниязов. Десятый номер. Лидер. Безусловно, лидер не только команды «Доступ из Ожской области», но и лидер всей нашей национальной сборной. Увы, вы знаете, в прошлом году был неприятный инцидент с Манасом Ниязовым. И ему был запрещен доступ на чемпионат мира по Кубуру, проводимый в Казахстане. И казахская сторона тогда откровенно обвинила Манаса Ниязова за якобы те деяния, которые он совершил в 2016 году в рамках финала вторых всемирных игр кочевников. Тогда, напомню, наши каргастанцы просто разгромили с чудовищем счетом. Просто унизили казахскую сборную. И, конечно, казахстанцы были злы и готовились к реваншу. Ну, вот так вот неспортивным образом решили лишить нас главного улочи нашей страны, одного из лидеров нашей национальной сборной Манаса Ниязова, которому было отказано в доступе к чемпионату мира по Кубуру. Так называют в Казахстане нашу Кубуру. Вот и, вы знаете, это, что называется, победа не на полях, а в кабинетах спортивных чиновников нашей соседней республики. Ну, что ж, это их выбор, это на их совести. Мы же продолжаем смотреть финальную схватку по Кубуру. Ну, вы знаете, только тушка козла может выдержать такие нагрузки, когда, представляете, несколько джигитов на боевых конях разрывают тушу, и только тушка козла может выдержать такой натиск, такое давление и такие чудовищные нагрузки. Ну, пока идет борьба, вы знаете, к своему тайгазану. Теперь таласчане пока не подпускают таласца, и вброс тушки наподобие в хоккее, если кто-то не разбирается. Отмечу, что после того, как пределы, пуля покидает тушка, идет вброс в специальный круг, где по одному джигиту с каждой из команд продолжают борьбу, если, как только, вернее, как только тушка покидает специальный круг в борьбу за тушку козла, могут вступить абсолютно все игроки команды. Итак, таласцы вырывают тушку козла, сейчас толщане идут вперед, здесь падение у локчи, и сейчас, возможно, сейчас, возможно, последует дисциплинарный. Высказывает претензии игрок таласской команды, якобы в момент атаки игрок Ожского клуба Досток тянул его за одежду, за экипировку, что категорически делать нельзя. Можно атаковать соперника, можно атаковать коня соперника конем, но нельзя, например, наносить удары, увечья коню соперника, то есть бить камчой плетью или какие-то иные действия. Итак, вперед идет лидер Ожской команды Манас Ниязов, идет борьба возле тушки, сейчас таласцы, как вы видите, очень хорошо обороняются, пытаются вытащить козла из-под седла Манас Ниязов, это пока не удается. Также отмечу, что Манас Ниязов является выходцем целой династии у локчи, в семье несколько братьев, и все они, так же, как их отец, играют в древнюю игру Кокбыру, и прославляют свой род, прославляют свою фамилию династию Ниязовых. Ну и надеемся, что в этом году на третьих семерых играх кочевников, ну и здесь момент с броском таласской команды, уж больно как-то просто получилось. У таласской команды счет становится 1-3. Бурганбек Улучубак закидывает первую тушку своей команды, счет становится 1-3. Размочили счет таласцы, и третий тайм продолжен. На четвертой минуте третьего тайма забивают таласцы, и счет становится 1-3. Отметим, что в полуфинале Досток играл Чет Инди, и разгромился с ужасным счетом для команды Чет Инди со счетом 15-3. НТМАК в полуфинале был сильнее команды Беремдик со счетом 5-3. В итоге Беремдик в матче за третье место обграл команду Чет Инди, и стал бронзовым призером турнира 9 мая. За это команда Беремдик также получила денежный приз. Отметим, что предусмотрено было 100 тысяч сомов для обладателя второго, вернее, третьего места. Для серебряных призеров предусмотрен приз в размере 200 тысяч сомов, и первое место 400 тысяч сомов. Но вы знаете, самые большие призовые у нас в Кыргызстане разыгрываются на Кубке Президента. По Куберу этот турнир традиционно проходит 31 августа, в день независимости нашей прекрасной Родины. Идет борьба, здесь было падение одного из игроков. Вот он идет сейчас слева. На этом кадре был Локчи. Номер, честно разглядеть, у нас не получилось. Манас Ниязов пытается захватить тушку, это у него не получается. Падает он с коня и получает возможность Толосцейн начать атаку. Массированная атака, идут вперед игроки в синей форме, продавливают своих соперников. И идет борьба. Ашани крепко держится за тушку козла, они дают бросить ее в тайказан. Ну и вы знаете, особенно когда сидишь на ипподроме и наблюдаешь вживую за этой игрой, конечно, кровь начинает закипать. Даже у хладнокровных людей, которые просто пришли посмотреть на прекрасную игру. Как вы знаете, Куберу в Акрыгойском обществе в древности появился как метод обучения молодых джигитов боевому искусству. Ты попробуй усиди на коне, еще поборись за тушку козла, которая весит больше 30 килограммов. И в момент скачки, когда ты скачешь и наряду с тобой скачет соперник, который та же тянет тушку козла в другую сторону, можно представить, какие нагрузки испытывает каждый из Улакчи. В этом деле, вы знаете, очень важно умение, но и не менее важно, конечно же, и природа. В тот момент, когда в семье, например, появляется Улакчи, у которого есть такие естественные природные данные для игры в эту великую игру. Ну что ж, очень красиво по... Вы знаете, чем-то напоминает даже американский футбол, когда есть защитники, блокируют соперника, и таким образом, после нескольких комбинаций, ашане оказываются у Тайказана таласской команды. Счет 1-3, пока счет этот удерживается. Один Улакчи упал вместе с конем. Надо вставать сейчас, талас в меньшинстве. Вы видите, как мы уже говорили, наносить какие-либо увечья, вообще наносить удары плетью можно лишь своему коню, либо коню одноклубника, то есть только партнеру по команде. До конца этой схватки остается порядка двух минут. Счет победный удерживает Ожская команда. Пока 1-3, и уже диктор по стадиону по ипподрому объявляет, что порядка двух с половиной минут остается до завершения этой игры. Ну и, конечно же, победа была очень важна для Ожской команды в психологическом плане, потому что четыре встречи подряд в финалах и в одном полуфинале больших турниров привели к поражению Ожской команды. Она долго шла к тому, чтобы переломить эту печальную для себя статистику. Ну и победная серия таласской команды из четырех встреч. Это, конечно, очень хороший показатель. Сейчас обоюдными усилиями таласцы закидывают тушку козла. Счет становится 2-3. Такая нервная концовочка была обеспечена Ожской команде. И чуть меньше двух минут остается до завершения финальной встречи. Счет шатки-валки для достука. 3-2 победный. Таласцы же получают прекрасную возможность в итоге концовки этой встречи забить еще тушку козла, сравнять счет. Есть время, пока Манас Ниязов сейчас удерживает тушку козла. Будет вброс. Остается 10 секунд. Здесь по одному лачи в круге. Остаются считанные секунды. И все. Время вышло. Счет 3-2 в пользу команды Достук из Ожской области. Она становится победителем и получает главный приз 400 тысяч сомов. С чем мы, конечно же, ее команду поздравляем и поклонников этого клуба. Ну что ж, с вами была программа Таймаш. Оставайтесь на канале НТС. Любите и занимайтесь спортом. До новых встреч.